Хотите привлечь в свою жизнь денежные потоки и ощутить настоящее изобилие, достаток и благополучие? Все, что вам нужно, это обычный лист бумаги и одно волшебное действие. В этом видео я раскрою простой, но невероятно мощный ритуал, который поможет активировать энергию финансового успеха. Напишите свое имя так, как я вам расскажу и приготовьтесь получать щедрые денежные подарки от Вселенной. Не пропустите этот уникальный способ изменить свою жизнь к лучшему. Прямо сейчас ставьте лайк, а в комментарии напишите. Я привлекаю изобилие, достаток и благополучие. Привлечение изобилия – это одна из самых древних и широко распространенных практик во многих культурах мира. Люди всегда искали способы, как улучшить свое финансовое положение, обрести успех и привлечь счастье в свою жизнь. Одним из самых простых и эффективных методов является практика с использованием соли и воды. Эти два элемента природы обладают мощными очищающими и преобразующими свойствами, которые помогают устранить преграды на пути к изобилию и создать энергетическое пространство для его привлечения. Соль и вода издревле использовались в духовных и магических ритуалах. Соль – символ чистоты, защиты и очищения. Она обладает способностью нейтрализовывать негативные вибрации и освещать энергетическое пространство, будь то физическое окружение или внутренняя энергетика человека. Вода же ассоциируется с течением времени, с течением жизни, с изменениями и перерождением. Она помогает снимать блокировки и обновлять энергетическое поле. В сочетании эти два элемента образуют мощный союз, который можно использовать для проведения ритуалов, чтобы привлечь изобилие, достатки благополучия, а также для исполнения ваших всех сокровенных желаний. Когда вы соединяете соль и воду в этой практике, вы создаете тем самым магическую субстанцию, которая поможет очистить ваше пространство от негатива и настроить энергию на привлечение удачи и благополучия. Ритуал с солью и водой – это древняя практика, основанная на магических свойствах этих простых элементов. Вода, как известно, символизирует ощущение и очищение и текучесть. Она помогает смыть негативные энергии и открывает путь для новых позитивных потоков. Соль, в свою очередь, испокон веков использовалась для защиты и очищения. Она не только нейтрализует негатив, но и усиливает намерения, создавая защитное поле вокруг ваших желаний. Как этот работает вообще ритуал? Основная цель – использовать мощные энергетические свойства соли и воды для того, чтобы активировать ваше намерение. Когда вы проводите данную практику, важно сосредоточиться на своих желаниях, мысленно представляя, как они материализуются. Соль и вода в этом процессе становятся физическими инструментами, помогающими перенести вашу энергию и намерения во Вселенную. Во время проведения практики, когда вы концентрируетесь на своих целях, соль впитывает в себя остатки старой состоявшейся энергии, которая может блокировать потоки изобилия вашу жизнь. Вода же омывает и очищает вашу энергию, позволяя новым возможностям легко войти в ваше пространство. Таким образом, комбинация соли и воды помогает обнулить старые блокировки, создать ясное пространство и перенастроить вашу энергетику на привлечение изобилия и процветания. Также эта практика поможет вам избавиться от сомнений, страхов и других негативных мыслей, которые могут подрывать вашу уверенность в достижении финансового успеха. Каждый раз, когда вы мысленно проговариваете свои денежные желания, представьте, как соль и вода растворяют все преграды и открывают вам дорогу к процветанию. Теперь давайте перейдем к пошаговому описанию того, как правильно провести эту практику. Все, что вам понадобится, это простые ингредиенты, которые есть в каждом доме. Это соль и вода. Итак, возьмите чистую миску или стакан с водой и небольшое количество соли. Подойдет и обычная поваренная соль, которую вы используете на кухне. Далее понадобится лист бумаги и ручка. Далее объясним для чего. А также время и тишина для того, чтобы вы сосредоточились на своем намерении и представили все, что вы хотите в своей жизни иметь и достигнуть. Перед началом практики убедитесь, что находитесь вы в спокойной и расслабленной атмосфере. Желательно проводить ритуал в уединенном месте, где вас никто не будет отвлекать. Можно зажечь в это время свечи или включить как вариант расслабляющую музыку, чтобы создать подходящую атмосферу. Далее возьмите лист бумаги и напишите свое полное имя. И далее просто слово, которое символизирует ваше главное желание. Например, изобилие, удача, достаток, здоровье и так далее. У каждого, девочки и мальчики, это будет свое искреннее желание. И вот именно это действие поможет вам сосредоточиться на своем намерении. Далее наполните миску или стакан чистой водой. Затем добавьте в воду немного соли и перемешайте ее. В этот момент мысленно представляя, как вода очищается и заряжается позитивной энергией. В процессе растворения соли важно сконцентрироваться на том, чтобы ваша жизнь начинала очищаться от негативных влияний и блокировок, препятствующих вашему успеху. Вы знаете о том, что соль символизирует удаление негативных энергий, а вода – новое начало и плавное течение жизни. Представляете, пожалуйста, как ваши страхи и сомнения растворяются вместе с солью, и как ваша жизнь начинает привлекать позитивные изменения. Открываются новые возможности, появляются те люди, которые для вас важны и нужны на данном этапе в жизни. Теперь возьмите листок бумаги, на котором вы написали свое имя и желание, и осторожно погрузите его в соленую водичку. Это действие символизирует погружение ваших намерений в очищающее и благоприятное пространство. Когда бумага погружается в воду, представляете, что вы передаете вселенной свои просьбы, позволяя ей работать над их реализацией. Важно отпустить все ожидания и контроль. Вы доверяете процессу, и вы уверены в том, что ваши желания исполняются в свое время. Далее постарайтесь сосредоточиться на ощущении легкости и свободы, которые возникают, когда вы отпускаете старое и открываетесь новому. Пока бумага находится в воде, вам нужно произнести свое намерение вслух или про себя. Поэтому скажите следующие слова. Я отпускаю свои сомнения и открываюсь для изобилия и процветания. Я заслуживаю успех и благополучия во всех аспектах своей жизни. Эти слова вы также сейчас можете прописать в комментарии к этому видео, для того, чтобы проработать и активировать. После этого вы можете оставить бумагу в воде на несколько часов или на ночь, чтобы практика начала действовать во благо вам. Если у вас есть возможность, то поставьте мисочку с водой или стакан с водой на подоконник или другое место, где ее сможет освещать лунный или солнечный свет. Это усилит эффект ритуала, так как свет небесных тел также символизирует чистоту и энергию. После того, как вы оставили бумагу в воде на нужное время, аккуратно достаньте ее и дайте воде стечь. Бумагу после того, как она высохнет, вы можете сжечь или вы можете закопать под молодым деревом. Обращаем на это ваше внимание. В этот момент мысленно благодарите Вселенную за поддержку, за помощь, за те мыслимые и немыслимые блага, которые есть сейчас в вашей жизни. В этот момент вы, возможно, захотите поплакать. Это нормально. Будьте открыты потоком Вселенной. И завершая ритуал, важно почувствовать, что ваше желание уже начало воплощаться в реальность. Отметьте, что этот ритуал вы можете проводить регулярно. Например, раз в месяц, чтобы поддерживать энергию привлечения изобилия и успеха в вашу жизнь. Самое главное в этом ритуале – это ваша вера и настрой на позитивные перемены. Поэтому, если вы расстроены чем-то, вы чем-то недовольны, то лучше этот ритуал не проводить, потому что вы работаете с энергиями Вселенной, с энергиями Космоса. А если в этот момент вы раздражены, вы недовольны, вы обижены на что-то, то знаете, что эта практика пройдет или криво, или вообще вы не получите никакого результата. Также для усиления ритуала солью и водой можно уделять внимание и нескольким ключевым аспектам, которые помогут вам активизировать вашу энергетику и направить ее на достижение желаемого. Итак, какие же использовать практические советы, которые сделают ритуал более мощным и эффективным? Давайте мы с вами проговорим. Одним из самых важных элементов ритуала, конечно же, является визуализация. Во время выполнения ритуала представьте, как ваше желание уже исполнилось. Чем ярче и детально вы видите свою мечту, тем больше энергии направляется на ее реализацию. Представляйте не только результат, но и эмоции, которые вы будете испытывать, когда это произойдет. Визуализируйте конкретные моменты, как вы ощущаете радость от притока финансов или удовлетворение от гармонии и процветания. Сильные образы и эмоции, помните, они усиливают только процесс, помогая быстрее материализовать ваши цели. После завершения практики крайне важно выразить благодарность. Это может быть, например, простая молитва, аффирмация или искренние слова признательности вселенной за уже полученное или за то, что скоро придет вашу жизнь. Благодарность настраивает вас на позитивную волну, усиливая эффект этой практики. Когда вы благодарны за то, что у вас есть, вы автоматически открываете путь для получения большего, потому что благодарность закрепляет ваше намерение на уровне энергии, помогая тем самым притянуть желаемое. Ритуал с солью и водой вы можете проводить не только в моменты кризиса или по каким-то особым случаям, но и регулярно для поддержания энергетического баланса и очищения. Если вы чувствуете, что в вашей жизни накапливается негатив или что вам нужна дополнительная поддержка, выполните эту практику. Регулярные практики, наоборот, помогают закрепить положительные изменения и поддерживать приток энергии процветания. Вы можете выбрать определенные дни, которые вы почувствуете на интуитивном уровне, когда вы прямо почувствуете, что проведение этой практики будет наиболее эффективным. Например, для вас вы считаете, что для вас денежным днем является четверг. И вы знаете о том, что когда вы проводите именно по четвергам практики, у вас в практике действительно открываются те потоки со Вселенной, и в вашей жизни действительно происходят изменения. Вода, которую вы используете в ритуале, заряжается вашими намерениями. Помните об этом. После выполнения ритуала эту воду вы можете использовать и для других целей, связанных с привлечением изобилия. Например, вы можете добавить воду для полива растения, что может помочь в увеличении финансового притока в дом. Вы также можете использовать эту воду для очищения других предметов в доме или для мытья рук, что усилит ваш энергетический потенциал. Важно сохранять связь с энергией воды и помнить, что она является проводником вашего намерения. Помните о том, что эти простые, но эффективные практические советы помогут вам усилить ритуал и настроить вас на получение изобилия. Главное подходить к практике с искренней верой и открытым сердцем, что позволит вселенной посылать вам новые возможности и процветание в вашу жизнь. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых блах. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.